здравствуйте мои дорогие в эфире солнечная индия меня зовут людмила и я приглашаю вас в гости на канал индия какую вы не видели посмотрите что сегодня мы делаем мы делаем я делаю да муж делает повариками пришла готовит а я готовлю кушать вот видите видите какой помощничек у меня это волосы это вот бумия окра или леди сфингер или бинди на хинди а как по бенга по бенгальски тоже бинди да понятно его надо сначала потестить потом полностью посушить что выводы не было тут потом мы можем вязать большими кусочками понятно это новая у нам и как по-другому обычно готовлю да это новый это какой-то новый рецепт да он что-то там в интернете нашел гай давай сегодня такое сделаем давай вот он уже лук порезал и будет его в блендере перемалывать потом посмотрим что он будет делать дальше там он слышите кричат это овощи у нас продают вот уже перед перемалывать муж в блендере лук и теперь будет ну как бы мариноват что ли это называется куча там ругается на этих торговцев уличных слышите вот это что ты кладешь кориандр кориандр или талия на хинди 2 ложки по бенгальски как это не называется да не видите это дзира наверно дзира это я тоже туда надо пополнить раз закончилась это вот дзира молотая это куркума или халди как мы называем на хинди халди на бенгальском холод мне одна женщина написала как я скучаю за потул слышишь за порвала я говорю наверное где-то в бенгалии жили потому что это на бенгальском языке этот овощ я показываю как с рыбой готовим и она мне написала что не писали нравится этот овощ как я скучаю за потул потол или как правильный потол в принципе нужно может немножко неправильно произношу вот это я когда прочитал этот комментарий вспомнила потому что чаще то мы на хинди общаемся но не чаще и в основном по бенгальски с родственниками но это как-то называем обычно уже порвал я и пишу говорю вы наверное в западной в бенгалии жили или были в индии когда поэтому вы так называете потому что это бенгальское название овощи под названием порвал я наверно показывала рыбу по моему каком-то видео там где мы готовим сейчас даже мы картошку стараемся избегать вот и поэтому вместо картошки вот там порвал или же капусту так что там уж пока там рисом занимается вот видите вот смотрите мой терпеливый муж что делает вот это он так убирает воду из из риса на меня меня терпение вообще не хватает я такого никогда в жизни не делаю я не сделаю даже без дину и не сделала конечно зачем когда вот есть вот такие вот приспособление для того чтобы убрать воду вот а потом еще видите в этот самый немножечко так пару минуточек еще вода испаряется лишнее давай возвращай а я помню мама у вас нашла стринагар там дэну в родительском доме там они прямо по моему на воду на тряпку на мокрую ставили я так открывали чтобы она немножечко ну чтобы она отлипла во первых не прилипала много дну кастрюле но вот поэтому я что делаю вот это уже все вот я кручу потом вот он что день а вот он что делает вот представляете сколько времени тратится это я позже тут вы вытащила и уже позвала уже вот эти овощи уже пожарить успела пока там он возится с этим рисом не хватает терпения это когда терпением готовишь до получать вкусно конечно они это уже сел лишь вы ели или покушали а я что не вкусно разве готовлю почему не готовишь и вкусно готовлю и по-другому готовлю и быстро готовлю быстрее во всяком случае чем ты ну конечно мужчины готовят когда они вкладывают душу а женщины быстрее быстрее нас нужно закончить лишь бы мужу покормить все равно лишь бы мужа кормлю и хорошо кормлю не надо ля-ля а там сарсотелла они говорили нужно налить вот это положил вот это положил вот это положил халди мерчи там кашмели мерчи надо было покажем эти ты же говоришь тут есть это у нас есть там все пока если скажешь а этот чеснок этот лук ну вот сейчас положу в люк чеснок тут чеснок не только лук чеснок есть по моему там не чеснок я не помню это в интернете собрать нашел какой-то рецепт хотя погодка такая не так жарко на кухне я вам не снимала потому что жарко на кухне а сегодня вчера дождик был позавчера дождик был поэтому немножечко у нас уже стало по прохладнее этот не разрезал видите как он режет на весу я так не умею если бы увидели как он картошку чистит от себя ножом вот так от себя знаете вот как карандаш допустим это же опыт должна быть такой у вас такой опыт нет у нас такого опыта нет так как поэтому я чищу быстро и и и это и хорошо приспособлением для картошки так вот видите смешал уже муж вот все с этой масалой нагреваем вог карай готовим на горчичном масле оно должно немножечко наверное прогореть иначе будет такой запах сильный немножечко ослепится и прогорит так у меня спрашивают почему вы все время металлом об металл почему не используете пластиковые вот эти вот лопаточки ну вот так удобнее ними действительно удобнее это то что дираж и дираж и семена диры диры и семена пожизненько и вот образцы и 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 Соответственно, сейчас он будет снимать, поэтому я не буду обмечивать. Он все по времени. Сколько надо было? Пять минут или минут? Посмотрите, сколько у нас температура. Это после двух дней дождя температура понизилась на 10 градусов. Гуччи тут отдыхает себе. Видите, тут кондиционер работает, он к нам на кухню даже не приходит, сидит сам. Хотя он обычно за нами всегда бегает. Чем у меня занимается моя помощница? А, она уже ушла, она наверху. Слышите? Вон, на крыше летел. Сейчас покажу вам. Видите, все сыпется. Видите, сколько там мусора нападало вверху? Это все нужно убрать. Так, а наша глава осталась тут только одна. Одну мы съели, а не две. Вот одна. Вот вторая. Спряталась там за листиками. Это которые вот сиамские близнецы у нас были. Одна отвалилась, одна вот растет. И вот у нас вот эти маленькие. Что-то они так долго растут. Я вам давно уже показывала, они все такие же были. Что-то им тут, может, не хватает. А вот посмотрите, какие лютики, цветочки у меня в садочке. И вот это называется разбитое сердце. Видите, вот как будто три сердечка. Листики такие. Ну и вот теперь я вам смело сказать, как это называется. Это называется мексиканская мелиса. Вот это то, что я пью каждый день в чай. Вот все при работе, а я вон одна бездельничаю. Сейчас я начну заниматься. Вон кричит и говорит, принесите посуду, сейчас я вам манго есть тут. Красиво получается. Вот, несу ей посудину. Вон я его сочиняю". подъпрос. Апни, альбахерта, альбахерта, альбахерта? Она не оригиналы. Я не оригинала, альбахерта, альбахерта. Она такжеあります. будет вот у марат у марат у маратан и я как пахнет девочки как же она пахнет обалденно просто сейчас я пока поставлю нужно за хотя она придет еще вниз подметать потому что он видите насыпала все мы все равно закрываем чтобы никакая мышка крыска не забежала не дай бог ну она большие бросает туда сзади вниз к ну какие-то папа падали немножечко внизу вот так вначале мы видите мангу нужно обязательно бать воду положить пусть они отлежатся потом уже в холодильник пока там готовится я пошла вам видео делать так посмотрите блюдо готово вы какой умничка сейчас попробую пробуйте действительно вкусненько вкусненько необычно мы по-другому обычно готовим там и с картошкой мы готовим и с картошкой готовим с луком тушим и в маковом таком соусе вот это вот очень необычно очень интересно нужно будет так тоже готовить так еще до обеда целый час поэтому закрываю вот так мой муж слишком долго готовил это блюдо и оно заняло целое видео поэтому завтра я вам покажу что же еще у нас было на обед на этом я с вами прощаюсь до новых встреч приходите еще на мой канал посмотрите чем же мы занимаемся каждый день пока пока